Сегодня на 90-м году жизни умер политолог, известный мыслитель и философ Збигнев Бжижинский. Он родился в Польше, в Варшаве в 1928 году в семье дипломата и затем переехал в США, где и жил остаток своей жизни. Он автор многочисленных исследований в области международных отношений и геополитики. Я предлагаю ознакомиться с некоторыми высказываниями Бжижинского относительно Украины. Я не знаю, потерян ли Крым для Украины, но к этому вопросу следует вернуться, когда отношения между Украиной и Россией вновь станут хоть в какой-то степени рациональными и стабильными. Россияне привнесли в эти отношения и рациональность, и эмоциональность. Они провели бандитскую атаку на Крым, замаскировав ее, как это сделала бы мафия. Но им следует остерегаться применять такой подход ко всей Украине. Это приведет к куда более мощному взрыву в сердце Европы, конфликту, которого не видел мир с 1939 года. Говорил Бжижинский. Большой риск заключается в том, что Россия управляет иррациональный лидер с манией величия. Это волнует многих россиян. Предположим, что Путину удастся навсегда отделить Крым от Украины. Он получит Крым, но потеряет Украину на многие десятилетия, так как вызовет мощную националистическую реакцию против Москвы. Украинцы определяют свою идентичность через свою землю. Путин совершает ужасную ошибку, сказал Бжижинский на конференции по безопасности в Мюнхене. В то же время Бжижинский иногда скептически оценивал украинскую обороноспособность. Вот, например, что он сказал. В Крыму с 20 тысячами украинских военных никто не выстрелил по собственной инициативе. Я сам родом из Европы. Так вот, когда я думаю о родине моих родителей, о Польше, то не могу представить, что бы с 90 тысячами польскими солдат при попытке внешней силы захватить власть никто не выстрелил бы. Я думаю, была бы большая бойня. То, что в Украине все происходило по-другому, о чем-то говорит. Свои выводы сделал и Путин. Он понял, что все даже легче, чем он ожидал. Бжижинский также оптимистически оценивал европейское будущее Украины. Говорил о решимости украинцев в противодействии посягательствам России. Он подчеркивал, что граждане Украины достойны быть европейцами. Но для этого должны преодолеть, самое главное, коррупцию, которая деморализует государство, общество и даже вооруженные силы. Украина должна иметь право свободно выбирать свою политическую идентичность и быть более связанной с Европой. В то же время Россию надо заверить, что Украину не примут в НАТО. Это формула решения проблемы. Насколько Бжижинский был прав, покажет время. А пока что мы лишились одного из самых глубоких мыслителей в области геополитики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова